То есть, оказывается, что вот эта лошадь, как бы наше животное начало, которое у нас есть, у организма лошади тоже есть свое сознание отдельное, параллельно с нашим сознанием, которое порождается душой. То есть у нас есть два начала — тело и сознание. У нас также есть и два сознания. Сознание тела и сознание души, скажем. И эти два сознания, сознание тела, оно связано со спиной мозга. Сознание души связано с головным мозгом. И, соответственно, у лошади, у тела нашего есть свое сознание, свой разум, свои какие-то желания и потребности, связанные с тремя нижними чакрами. То есть, муладхара побегать, попробовать убежать, с Ватхистана переспать, поболтать, ему не будет, поесть, пожрать и еще побольше, побольше. Вот, как бы основные потребности тела, да, все, что от жизни не нужно. И вот этот разум тела, как бы, да, то есть, у тела есть система управления, которая задает, как работает сердце, как работает пищеварение, как работает дыхание, как гормональная система работает, да, как там кровообращение циркулирует и так далее. И эта система управления, она завязана на анахата-чакру. И говорится в медицине, да, ну, говорится, что все болезни от нервов, что наша нервная система, она влияет на болезни, да, и говорится в медицине о психосоматике, о влиянии нашей психики, состояния, да, нашего сознания на наше самочувствие. И мы говорим о том, что дальше, что вот эти наши эмоции, которые порождаются телом анахаты, они, оказывается, начинают влиять на состояние нашего организма. То есть, смотрите, по низу, нижняя диапазона анахаты, это уровень нашего тела, и это система управления. То есть, как быстро работать вашему сердцу, как выделяться гормонам, как бы, да, ваше состояние. Управление организмом. Это низа анахата-чакры. А по верху анахата-чакры, это тело эмоций. Эмоция, как способ восприятия мира, способ познания, да, то есть, на уровне вишутки, которая с правым полушариями, с левым полушарием связана, да, с нашей личностью, происходит какие-то синтез-анализ причинно-следственные связи, цепочки, да. То есть, мы строим, как бы, свое поведение в физическом мире по принципу аналогии, как бы, да, на своем прошлом опираясь, да. То есть, причинно-следственные связи, исходя из этого, мы строим свое поведение. Это работа нашего логического ума вишутха-чакры. А по анахата-чакре, да, и здесь на уровне вишутки строятся модели, да, то есть, это вообще замечательная такая штука с ухохотом, с людьми первых трех каст. Они живут в придуманном ими мире. Они себе нафантазировали, глюк какой-то, какую-то модель они себе построили на уровне вишутха-чакры. И, исходя из этой модели, они с миром взаимодействуют. Просто натуральные биороботы, получается. Иногда просто можно ухохотаться. Человек во дубом бьется в какую-то фигню, которую он сам себе придумывал или сама себе придумывала, с упорством, как бы, горного панбара. Вот. И, как бы, открыть, как бы, вот, посмотреть на реальность, как бы, просто, ну, это никак. Да, то есть, вот это вот, это чисто вот уровень, как бы, ну, не уровень вишутхи, но это уровень левополушарных людей, эгоцентричных, да. Здесь строятся модели, внутри которых человек живет. Вот эти в своих глюках и фантазиях, которые каждый себе придумал. На анахата-чакре существует эмоция, как способ познания мира, да, то есть, вы получаете некую эмоцию, это некая интегральная оценка ситуации. То есть, если на вишутхе это какой-то аналитический отчет, в котором раскладываются все причины, следственные связи, закономерности, влияние факторов, анализ, синтез, деталей, как бы, да, разборно-составляющие, потом сбор месте, моделирование, как бы, да, рассматривание моделей ситуации, действующие внешние, внутренние факторы и так далее. Это, как бы, уровень мышления на вишутхе. А на анахате это некая эмоция, как интегральная ситуация, да, то есть, если здесь это, вот, там, аналитический отчет на 200 страниц, то здесь на уровне анахата это эмоция. Ну, плохо все, да, вот, ну, хорошо, что так, да, то есть, хорошо-плохо, хуже-лучше, то есть, эмоция, как некая общая оценка, вот, то есть, вот, анахата, это нижнее ментальное тело, ментальное тело связано с нашим сознанием, с восприятием внешнего мира, со взаимодействием. С внешним миром, и на уровне анахата реакция на вот этот внешний мир является некой мыслеформой. И эта мыслеформа называется на анахате эмоция. То есть, эмоция это мыслеформа, которая вырабатывается телом анахата чакры. Понятно вот это? А то вдруг непонятно объясню. Придется тогда все сначала, заново, переобъяснять. Вот, хорошо. Значит, дальше. Дальше смотрите, что получается, да. У нас в поле в руку формируется эмоция. Иногда эмоция, которую мы создаем, она очень сильная такая, да. То есть, иногда человек, как бы, доводит до первого белого коленя, что у него просто, вот, как бы, здесь башка отлетает, и просто такой столб огня, как бы, да, или из ушей, вот, пар. То есть, человек готов, как бы, просто все снизить. В этот момент формируется такая здоровая, жирная, огромная эмоция, да, которую человек сбухивает. Хорошо, если в колодках, да, то есть, если человек в этот момент берет большую кувалду и все вокруг разбивает, как бы, да, стены, лица чьи-то, как бы, да, машины там, стекла бьет, то это еще хорошо. А это тогда еще, это нормально, тогда замечательно. Хаклопкой совсем вариант, когда человек, как бы, закусив себя за одно место, вот это все, вот эту вот здоровую штуку, он сбухивает внутрь себя и оставляет внутри своего тела анахаты. Да, в результате, там, вот в этом бедном теле анахаты, там возникает такая атомная бомба, заряженная в состоянии разрыва, перманентного, да, и вот эта вот штуковина, вот этот атомный разряд, он в теле анахаты, вот в этом ментальном теле эмоции, он сохраняется. Вам подарочек, вашему сердечку настанется, вот, да, а по низу это система управления, которая вашему организму говорит, сердцу работать вот так, легким дышать вот так, как бы, гормонам выделяться вот так, да. Понятно? И вот эта вот здоровая эмоция, которую вы счастливо испытали от того, что вам что-то тяжелое на ногу уронили, да, и вы сказали все, что вы думаете о том, что уронили, о том, кто вы уронил, да, и об окружающих людях, которые на вас в этот момент смотрели. Вот и просто так еще, как бы, для контроля еще кому-нибудь, кого вечером потом встретили, да, вот это вот вас, вот эта муслиформа, создаваемая телом анахаты, если она не выплескивается наружу, то она остается у вас в виде некой склейки тонкого тела анахаты. Ведь мы говорим, такая клетка, как бы, да, как вот в манной каше, знаете, она как бы однородна, и в ней могут быть комки. Вот эта вот эмоция, как бы, внутри себя, это, как бы, такой здоровый комок в манной каше, который только у вас, как бы, в теле анахаты, где вот этот вот ядерный заряд, как бы, в перманентном разрыве, да. Так вот, дальше получается, что вот этот эмоциональный заряд, он вам перекашивает всю работу организма, потому что анахата – это уровень управления телом, да, то есть, что такое система управления? Представьте, вот управление машиной, да, и представьте, что у вас, вот, как бы, руль вот так вот, в сирене, то есть, вы еще вот так вот в педаль газа, как бы, до пола, то есть, вы сели, дверь закрыли, у вас сразу, как бы, руль сюда и педаль газа туда, да, вы только тронулись, и вы сразу куда-то улетели, разбились, как бы, стукнулись, да, вот. Просто абстрактный пример. То есть, и с нашим телом возникает то же самое, возникает, как бы, некий, вот эта вот огромная эмоция, которую мы не выплюснули, а внутри себя удержали, она создает зону повышенной, как бы, иннервации на уровне системы управления организма, которая заставляет какую-то часть вашего тела работать с огромным износом, да, и поскольку это анахата-чахра, сердечно-сосудистая система, то первое, во что вот это вот напряжение бьет, это сердце, то есть, возникает зона повышенного износа, и больше всего это похоже на состояние загнанной лошади, да, то есть, то место, к которому в вашем организме прикладывается вот этот вот огромный импульс, который сидит в вашем теле анахаты, начинает работать в состоянии загнанной лошади, да, то есть, вот язык все уже за плечо, и лошади кают, вот, зачастую так в итоге и происходит, да, с телом. То есть, вот эти какие-то сильные эмоции, сильные переживания, которые человек испытывает, они накапливаются внутри организма, внутри не организма, а внутри тела анахата-чахра, в виде неких таких клеток, и это называется перфорация, да, это такие комки, как в манной каше, только вот в этом теле эмоций. И каждая такая вот клетка создает, как бы, повышенную, как бы, иннервацию, да, повышенный импульс управления телом, то есть, на этом уровне выдается сигнал, как телу работать, а представьте, что вам, как бы, пришел, ну, как бы, сигнал, может быть, разной амплитуды, да, то есть, можно сказать, что-то спокойно шепотом, ну, например, смотрите, начальник передает сигнал подчиненному, он говорит, ну, пойди, сделай там вот так вот, да, Говорит, ну, хорошо, пойду, да, представьте, начальник берет, как бы, вот, ты дышишь, как бы, стол пополам, вот так вот об стену его, иди, скотину делай, а то я сейчас просто расплющусь, да, то есть, вот примерно то же самое, передача сигнала, как бы, большой амплитуды, то есть, примерно то же самое возникает в нашем организме, когда там вот эта вот огромная эмоция, да, в теле анахаты, вот каждая вот эта клетка, которую вы накопили в ходе вот этого вашего чудесного получения опыта от внешнего мира, да, вашего поумнения, да, вот эта каждая клетка, она создает такую зону повышенной иннервации, то есть сигнал, он идет, как бы, с криком огромным в вашему организму, в вашему телу, вы знаете, у вас какие-то части начинают все вот так вот работать, как загнанные лошади, да, с языком, как бы, за плечо, вот, к чему приводит? приводит к тому, что, согласно статистике смертности, да, причина МНР-1 это сердечные болезни, то есть инфаркты всякие, да, возникают у людей, как следствие накопления вот этих перфораций, то есть, вот это вот напряжение на сердце накапливается, 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 потом просто возникает разрыв сердечной мышцы, да, у человека возникает инфаркт. Вот такая чудесная тема. И, соответственно, на этом курсе у вас появляется возможность в это осознанно влезть и это начать убирать, разминировать, как бы, да, свое вот это тело анахаты, те радости, которые вы в течение своей жизни накопили, да, и вот эта вот напряженность, как бы, на свое тело, напряг, как бы, на свое сердце, на своем теле анахат, на свой организм убирать. Вот, приводит к тому, что вы начинаете чувствовать себя, ну, эмоционально хорошо, как бы, да, вы чувствуете, что можете, как бы, там, вздолкнуть полную грудь, начинаете чувствовать, что в мире краски имеется, у вас появляется, когда вот этот вот уровень прорабатывается, то вы возвращаетесь, как бы, вот в состоянии, как в детстве было, что вот все хорошо, как бы, все, мир такой интересный, чудесный, так вот, да. То есть у вас появляется вот это вот непосредственное взаимоотношение с внешним миром, потому что вы, как бы, родились такие открытые, например, да, с внешним миром, а потом вы получали, получали опыт, у вас, как бы, вот это вот накапливалось, накапливалось, и теперь вы вот дошли до жизни такой, как у вас сейчас есть. И когда вы начинаете это отматывать, начинаете эти проблемы убирать, то вы возвращаетесь к вот этому непосредственному живому состоянию себя, взаимодействию с внешним миром. Ну и вот. Ну и это как бы то, чем мы собственно на курсе будем заниматься. Вот как бы еще есть куча слайдов, я показал два, больше рассказывал, остальное просто сейчас не буду показывать, уже на это тратить время рассказ. То есть вот эта работа, которой мы будем на курсе заниматься. То есть курс проходит в онлайн режиме, 8 занятий, на занятия все записываются, программа для видеоконференции нет, а другая, но похожая. Идет работа как бы с диагностикой тела, эмоций, вы учитесь его чувствовать, воспринимать вот эти неоднородности, перфорации, да, дальше направлена работа с обидами, страхами, гордынями, злобами, да. Дальше мы говорим о чудной теме энергетических паразитов, да. Учитесь как бы перемещать, работать со своим телом, нахатой перемещать его наружу, работать с интуицией, поработать с перепросмотром, убиранием последствий прошлого, да, взаимодействия. Ну и как бы вот, в целом могу поотвечать на какие-то имеющиеся у вас вопросы по тому, чего я вам рассказал. То есть, в принципе, в общем, общую тему, которую я хотел, я вам рассказал. Если у вас найдутся какие-то желающие в этом поучаствовать, то можно записаться по ссылке в чате, зарегистрироваться на сайте, кликайте вот на кнопочку, залогинившись и войдя на сайт, да, кликайте записаться оплатить. Если вы первый раз у нас заполняете анкету, отправляете, вот, и можно поучаствовать в занятия по воскресеньям с пяти часов с матковскому времени. Может воздействовать на опорно-двигательный аппарат, но это сложнее, это более низкочастотная опорно-двигательная, то есть это какая-то более нижняя частота скорее. Может как-то проецироваться сложнее, скорее опорно-двигательная боли где-то по телам ниже уровня где-то стукнулась. Усиливается с продвижением проработки анахаты, ну да, конечно, что такое анахата чакра, это уровень экстрасенсов, это уровень 4.1, да, уровень магии экстрасенсов. Не содержат, если не сдержат, то можно кого-нибудь сдержать, то можно угробить себя, ну в общем, да, получается так. Но в итоге нужно как бы уметь сохранять хладнокровие, да. То есть вы учитесь в процессе своей эволюции как бы сохранять внутренний баланс. Как бы эталоном являются состояния Будды, да. То есть Будда это такое существо, которое вот оно как золото идеальное, да, то есть не взаимодействовать с ни с какими другими веществами. То есть вы учитесь как бы сохранять внутреннее спокойствие, несмотря ни на что. Знаете, как там всяких монахов тестируют, когда они медитируют. Медитируют он или так просто, да, или там что-нибудь тапком по осени, еще чего-нибудь. То есть пробуют всяческие из равновесия вывести. Вот, а если человек является продвинутым практиком, то он умеет как бы сохранять внутренний баланс, как бы невозмутимость. То есть если человек легко сразу из себя выходит, и вот как бы из баланса внутреннего, то значит не особо там и духовно как бы продвинутая личность, да. А если человек с человеком как бы, не знаю, там наезжает, то человек спокойно на это реагирует как-то, ну, мне не жалко как-то, да, ну, это самое. Подумаешь как бы, одни меньше, одни больше по принципу, да. На кладбище мест много все равно, там, ну, ну, это самое, там, нападай на меня. Мне же будет с кем потренироваться, да. То тогда как бы уже показывать, что человек может вот это внутреннее состояние сохранять баланс, да. Так, что тут было с вопросами? Ну да, тут некоторые люди проходили уже этот курс в прошлом году, сильно остались довольными. То есть, в принципе, здесь вот на этой странице, там есть отзывы самих реальных участников, и всем очень сильно понравилось. Восстановление здоровья, так, воду каменахаты будет доступно. Ну да. Ну, вам будет, да. То есть, восстановление здоровья здесь похожая как бы практика, поэтому у вас уже будет определенный опыт, который позволит с этой практикой тоже работать. То есть, ну вот мы на этой неделе на восстановление здоровья как раз с уровнем анахаты работали, да. Браться желаниями животных чахар, ну, через осознание, через развитие, через контроль, да. То есть, всадник лошадь должен дрессировать. То есть, вот есть наездник, а есть лошадь, да. И вот лошадь может сама куда по себе ходить, тогда вы как бы плететесь туда, куда лошадь захотелась. Да, нормальный всадник, он лошадь дрессирует и учит, как бы, ее подчинять себе, контролировать, как бы, да, чтобы лошадь ехала туда, куда нужно всадить. Любой формируется на анахате. Ну, в анахате привязанность, Мария. Формируется, да. То есть, здесь получается, как эмоция, да, то есть, как реакция на взаимодействие с внешним миром, как эмоция, то есть, интегральная оценка, да, она, вот эта эмоция, она испытывается на уровне анахаты. Но у любви можно, скажем, выделить разные уровни, на уровне тела, биохимический процесс, знаете, как бы возбуждение, да, как бы нижние чакры. На другом уровне это, как бы, резонанс души, резонанс монады, когда происходит, когда монада человека цепляется за монаду другого человека, возникает резонанс и возникает некое залипание, да, на уровне сознания. Есть, как бы, еще на уровне тела, когда возникает, и это связано, как бы, у мальчиков и девочек по-разному. То есть, у девочек это резонанс по принципу, что у меня, вот с ним, девочка, да, думаю, организм девочки будет хорошие дети. То есть, организм женщины прокручивает, как бы, генетическую карту мужчины и говорит, что вот у нас с ним будут отличные дети, когда дама, как бы, улюбляется, да, у них появляется интерес. Вступление, иметь пройденный курс, активная чувствительность, ну, желательно. Вот, ну, или незаполечаемое участие, то есть, какой-то опыт, блоки на нахате тормозит, да, получается, не прочистив нахату, далеко не пробиваешься. Более того, и не прочистив другие чаши, чакры, чаши, да, тоже особо никуда не уедешь. Вот, то есть, нужно все уровни прорабатывать. Вот, ну, хорошо. Двух словах о перкинезе, не расскажу. В другой раз. Значит, у меня тогда, на этом для вас на сегодня все. Я надеюсь, вам было интересно, как-то занимательно. Вот, ну, и чего дальше делать, вы сами знаете, сообразите. Да, ну, и мы, наверное, на следующей неделе еще какой-нибудь вебинар проведем, на который всех приглашаем. Тогда у меня для вас все. Всем счастливо. Всем счастливчик! Вау! Продолжение следует...